В Тверской области завершилась международная военно-историческая экспедиция Ржев-Калининский фронт. Торжественная церемония прошла в четверг, 29 апреля, у подножия мемориалу советскому солдату, близ деревни Хорошего. Мероприятие посетил губернатор Игорь Руденя. Также глава региона проверил готовность к открытию новой железнодорожной станции Ржевский мемориал. Никита Васильев с места событий. 387 красноармейцев обнаружено, 34 медальона найдено, 15 из которых прочитаны. Установлена связь с родственниками семи бойцов. Таких результатов удалось добиться за полторы недели работы международной военно-исторической экспедиции Ржев-Калининский фронт. Сами поисковики называют такой итог успешным, однако отмечают, что работать пришлось в достаточно непростых условиях. Зима была снежная, весна холодная, поэтому трудные условия, дождь, снег, вот этот сырой, много воды, поэтому в некоторые места мы поисковиков не стали направлять в связи с тем, что это повлекло бы риск их жизни. Ну и для соблюдения техники безопасности не стали Мочаловский лес направлять, поэтому в основном работали в районе Знаменского, Платдарма, Полонина. Торжественная церемония закрытия экспедиции прошла у мемориала советскому солдату у деревни Хорошего Ржевского района. На ней присутствовали первые лица страны и области, в их числе помощник президента страны, председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Игорь Руденя. За прошедшие годы экспедиция стала одним из центральных событий для поискового движения Центральной России. Объединила представителей разных государств, разных республик, тысячи людей в высокой миссии, которые сохраняют нашу историческую правду. Правду о героизме советского народа, его решающем вкладе в разгром нацизии. В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации, представители поискового движения России, ДОСААФ, Союза поисковых отрядов России и другие. Поисковики традиционно работали рядом с деревней Есёмово Ржевского района, где были сосредоточены боевые действия Ржевской битвы, одного из самых значимых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Русский верден, как его называют, я убит и не знаю взять ли Ржев наконец. И тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, вот так, без петлички, без лычки, клались в жизнь на алтарь победы. Также в этот же день Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал». Она строится для повышения транспортной доступности Ржевского мемориала советскому солдату. Пункт создают на участке Ржев-Балтийский и Муравьёво, недалеко от деревни Хорошего, в двух с половиной километрах от мемориала. В настоящее время степень готовности станции «Ржевский мемориал» оценивается в 90%. Здесь идут последние приготовления к открытию. Одной из изюминок станции будет вот этот паровоз прошлого века. Кроме того, здесь уже смонтирована платформа и её элементы. Установлен павильон, проведена его внутренняя отделка, обустроена прилегающая территория. Начинаются продажи билетов на «Ласточку» для поездки из Москвы, из Ржева. Сейчас обсуждаем, если получится, ещё из города Твери на «Ржевский мемориал». Это для нас уже новый этап развития нашей истории Великой Отечественной войны. Памятник мемориала, который имеет, я думаю, не просто международное, но общемировое значение. Игорь Руденя поручил также проработать вопрос о запуске большего числа поездов после открытия станции в майские праздники, чтобы предоставить возможность увидеть масштабный монумент как можно большему числу россиян.